доброе утро дорогие друзья сегодня у нас уже 9 февраля 2016 года через 20 дней весна господа совсем уже близко совсем уже рукой подать с вами игорь суздальцев ведущий видео портала трейдеров и трейд тв начинаем программу торговый план как всегда давайте посмотрим коротко наши новости вчерашние вчерашний день был очень трудным индекс ммвб снизился на 2 процента 1744 пункта в моменте индекс ртс снизился на 3 процента 704 пункта в моменте валютный рынок спот на московской бирже доллар укрепился на 1 рубль 11 копеек сейчас составляет 78 рублей 58 копеек за один несчастный американский доллар и евро укрепился на 1 рубль 64 копейки 88 рублей 0 5 копеек дается за 1 евро причины мы с вами хорошо знаем нефть вчера монета напоминаю показала селл мы с вами думали что будет бай потому что обстановка напрягается вроде бы должно быть так сказать военная ситуация на ближнем востоке уже идет она давно и смотрите все равно американцы и так сказать придавливают придавливают нефть молодцы молодцы что справляются со своей задачей плохо что мы не справляемся за своей мы открывали вчера по нефти марки бренд мартовский фьючер мы с вами торгуем 3415 вчера пробивали 3280 было в моменте ночью и вот сейчас мы закрылись на 3308 ну и где-то так же наверное чуть может даже повыше сейчас мировая цена так что в принципе я надеюсь сильно не упадет на открытие но по любому господа 32 уже уже на пороге это понятно давят американцы ну посмотрим что будет дальше во первых посмотрим что монета сегодня нам даст может сегодня будет повеселее экономический календарь коллеги пустой в китае я смотрю опять праздник а сколько они празднуют новый год неделю что ли гонконг китай сингапур праздник больше ничего серьезного нет главная новость дня алекс пишет 3275 у меня вот это вчера было закрылись то вот я смотрю у меня последняя котировка бкс метатрейдер 5 3308 вот у меня итоговая котировка вот поэтому я не знаю где у вас 3275 это у другого брокера наверно а вы имеете ввиду на айси на бирже айс а форекс и ну давайте на самом айси посмотрим чему как бы спорим обсуждаем я имел ввиду что закрытие на россии вчера было 3808 ну открываем биржу айс блин провалилась у нас на глазах 3277 коллеги на бирже айс нефт марки бренд это значит открытие будет отрицательным у нас мы закрылись 30 308 30 центов как с добрым утром будет но смотрите может кто-то успеет куда-то войти движение будет я думаю быстрым и резким ну хорошо двигаемся дальше вот такой трудной новости мы начали да ну ладно ладно ничего страшного значит главная новость дня без сомнения сирийская армия подошла к турции значит российская авиация бомбит алеппо иранцы штурмуют те кто убегает вот подходят границы цель цель понятно захватить кпп чтобы не дать сирийским туркам которые живут на севере сирии убежать в турцию там уже официально два с половиной миллиона сирийцев уже убежала из сирии в турцию то есть турки вывозят своих они понимают что за сбитого летчика помните 24 ноября летчик был сбит и сирийские турки ну местные племена расстреляли одного из наших пилотов понятно что сейчас не будут разбираться вот и собственно почему иранцы стремятся захватить кпп чтобы не дать возможность уйти чтобы разобраться и запереть как бы в котле и разбираться уже в котле турки из естественно возмущены они считают что кпп надо сохранять все кто могут уйти пусть уходят турцию иначе это будет этническая чистка или уничтожение по социальному признаку этнос это это я зачитываю вам статью из материалов международного уголовного суда и у нас в российском уголовном кодексе есть статья геноцид на память 357 статья уголовного кодекса геноцид уничтожение какой-либо группы к по какому-либо признаку так вот действия иранцев и к сожалению российских пилотов международный уголовный суд может трактовать как организацию геноцида поэтому кпп брать не надо не надо брать кпп что ж там кто ж там генералы такие малограмотные пусть откроют уголовные кодексы почитает что они делают откройте кпп иранцы не мудрите пусть кто хочет уйти уходит не надо организовать гуманитарную катастрофу мало того что иранские генералы несут на свои глупые головы обвинения в геноциде это на всякий случай расстрельная статья кому интересно так они несут на голову ирану новые санкции если турция будет отбивать кпп чтобы обеспечить проход гуманитарный коридор это же война сразу все а война турция страна нато иран напал на нато в сирии нифига ли себе сразу санкции конец поставок иранской нефти дело это плохо естественно но для нефти как раз таки будет хорошо цена сразу выстрелит наверх в общем если сегодня у турок не выдержат нервы то цена должна пойти наверх по любому америкосы не могут удержать когда такой уже вопрос идет лобового военного противостояния турции с россией и ираном не смогут удержать цена может пойти наверх абсолютно в этом убежден следующий коллеги новость саудовская аравия сказала что раз такие дела мы готовы послать в сирию спецназ ну типа обеспечивать гуманитарный коридор для выхода турок о какие дела тут еще больше дела коллеги раскручивается я вам хочу сказать в россии что творится значит россии есть два лучших банка они называются кредит европа банк и от и п банк почему потому что это единственные банки в россии с мировыми технологиями и организации бизнеса в чем суть но я могу там пунктов 200 привести но привезу приведу два которые для меня важны прежде всего все вся сеть филиальная в россии связано если приходишь с паспортом допустим ты открыл счет в москве а приходишь с паспортом хабаровске красноярске в калининграде и тебе обслуживают по твоему паспорту по счету которую тебя в москве это два банка в россии такую услугу оказывают от и п и кредит европы или например ты перед два члена семьи один хабаровский один в москве имеет счета кредит европы банки перечисление между ними денег бесплатно то есть переводится в течение минуты по счетам бесплатно допустим сбербанке для сравнения и московский московский банк это одно северо-западный другое то есть если вы открыли счет в московском сбербанке и пришли в питере сбербанк чего-то сделать вам ничего не сделают это другой банк или вы перечисляете из москвы деньги в тот же хабаровске хабаровский сбербанк а без разницы любой выход за пределы москвы полтора процента отдай девяносто первый год сбербанк живет девяносто первом годе эти два банка живут 2016 поэтому все банковские служащие кто открывает свой небольшой бизнес большой там наверно открывается по каким-то соображением втб и считай так далее а вот небольшой бизнес они все открывают в этих двух банках там огромное количество малых предприятий в огромное количество физлиц и так далее в том числе я естественно обслуживаюсь и в том и другом банке но вчера ночью коллеги я обнулил все счета их немного там денег было но неважно мне жалко кредит европа банк почему потому что там есть турецкий капитал хотя кредит европа банк говорит что мы такие большие нас точно не закроют мы 52 в стране у нас там того-то миллионы того-то тысячи и так далее я вас умоляю господа если турция объявит сегодня войну россии и ирану то закроет кредит европа банк в один момент я не знаю сколько там денег будет потеряно если александр булгаков есть под рукой цифры по кредит европа банку я уверен там цифры будут большие очень популярный банк лучший банк россии без сомнений вот поэтому это будет очень серьезная потеря я с огромным сожалению это говорю но турецкий капитал все определен он есть об этом знает это и не было секретом вот условиях такого напряжения вокруг кпп на границе сирии турции конечно деньги оттуда надо забрать если у кого-то напоминаю счета в кредит европе бегом бегите сегодня но неизвестно что сегодня будет далее швейцария внезапно вчера начала проверку клиентов из россии через швейцарских банков на предмет понятно нарушение офшорного законодательства отмывания и так далее так далее такое впечатление почему это так сказать вообще на это обращается внимание потому что швейцарцы начинали проверять клиентов из югославии в девяносто девятом году из ирака в 2003 из ливии 2011 понимаете они за неделю до замораживания денег начинали проверять средства клиентов тоже как красный флаг такой знаете скоро вас за все скоро все ваши деньги заморозят поэтому что хочу сказать поганые дела если уже начали трясти россиян швейцарии это значит готовятся к заморозке счетов будет не будет никто не знает то что было в девяносто девятом 2003 2011 это было давно это не значит что повторится сегодня опять же не забывайте россия все-таки не ирак и не ливия это другое поэтому будем надеяться что все-таки будет не так а что вы тут деньги делаете я не понял а чего деньги то 9 делите пер пишет я принес деньги сбер так с меня взяли комиссию за то что я пополнил свой счет вид европа банк баланс а александр бугак а сколько там денег физлица дадите циферку есть там балансе цифра счета физлиц вот интересно правда это это а это если вы шутите я понял там должно быть много потому что большой банк реально реально 52 банк в россии это тоже само по себе но там по моему специально до физлиц хорошие условия я помню что там много было так вот швейцария это сигнал коллеги это знак надо быть длительным далее российский посол рассказал о бесплатных поставках в сирию но надо вот а вот надо ему вот к чему вообще он это интерфакс общается ссылкой на посла россии в сирии александра кинщака господин кинщак ну сидите тихонько никому ну чё вот это вот вылезет далее китайцы купят чикагскую фондовую биржу не товарную не 7 а чикагская фондовая биржа chicago stock exchange то есть не самая большая средненькая такой в среднем ряду но по-любому это вот китайцы покупает себе товарную площадку торговую площадку сша это нормально на на это первый раз вообще такое чтобы китайцы так вот прямо разгулялись а так что скоро будем торговать торговать на ничего себе александр бугаков пишет криков там больше в банк вроде пока устойчивый на фоне общего падка банк отличный я сам ним обслуживаюсь много лет турецкий капитал он же уже известен это же уже не скроешь вот и пишет метро ашан икея и прочая крупная розница в кебе обслуживаются серьезно вот это сейчас попадут они и метро и ашан и икея парники я понимаю почему потому что условия которые озвучил вам и таких пунктов я озвучил два их около двухсот то есть это два банка на голову выше всей остальной банковской системы вот и поэтому сейчас если их шарахну там много чего полетит там много но мне больше всего как корпорации жалко ну ладно это их деньги мне больше физлица вам сколько денег там зависнут исправится ли асв в этой ситуации вообще со всем этим грузом все коллеги двигаемся дальше на мой взгляд ситуация сложная прежде всего по сирии сложное что по отношению к россии начали что-то к нашим деньгам за границей присматриваться да но вот это обострение она для нефти может быть хорошо на мой взгляд нефть сегодня может подрасти вполне вполне вот а для рубля и фондового рынка не сильно не сильно хорошо вот поэтому вот нефти может выстрелить и вытянуть все остальное за собой давайте монету спросим buy sell по нефти что думает нефть марки бренд вы можете загадать свой финансовый инструмент монета подскажет вам направление движения ну и что какие мысли господа то что думает нефть что сегодня у нас по монете что будет алекс пишет монета buy алекс уже полгода так пишет владимир никитин sell алексей мельников buy антонио buy алексей анохин лица будет алексей не серьезно голос не принимается пишите buy или sell ну лица будет имеется ввиду sell да алексей алиот buy cash will gap sell ухты монета подкуплена это санчо алексей нохин sell мы поняли конечно валерий мальтынов buy владимир никитин а владимир нн с открытия sell а иван болгария buy анатолий оренбург ребро нет ребра не бывает у нас что у нас sell кверх ногами коллеги sell кверх ногами это значит с утра может быть рост я это так трактую у каждого из вас может быть своя трактовка я трактую что распродажи после обеда алексей мельников пишет да ё-моё не то слово алексей я когда вчера прочитал что иранцы штурмуют кпп турецкой думаю да ё-моё вы чё вы хоть людьми останьтесь ладно война я понимаю все но хоть людьми останьтесь дайте всем уйти кто хочет уйти мы живем в каком-то вообще это дикое время средневековье натурально вот я вам реально говорю средневековье какое-то натуральное попали мы с вами жить ну надо же думали что она в двенадцатом веке закончилась ага сейчас двигаемся дальше давайте послушаем наших спикеров сегодня коллеги вторник вот у нас сегодня опционы илья коровин сегодня на рбк поэтому конечно он сегодня с нами быть не может вот но у нас есть два знаменитых опционщика алексей анохин антонио они сейчас все ответят нам про опционы алексей анохин челябинск доброе утро всем привет всем доброе утро приветствую вас как идет ваша торговля какие планы на сегодня ну касательно моей позиции которые показывают здесь все замечательно потому что в прошлый раз напомним мы ролировались и даже в самом худшем случае у нас там прибыль чуть больше двух процентов то есть 2000 чем-то рублей ну давайте что то давайте посмотрим как это все выглядит там ничего не изменилось должно уже идти ничего не изменилось да мы зафиксировали тогда прибыль небольшую и ролировались 75 то есть даже при откате у нас максимальная . ну не риска так скажем а вот самая минимальная точка по прибыли это 2122 рубля то есть мы переносим это все спокойно кто его знает может еще его нет к экспирации у нас целая неделя я понял вас алексей у меня вопрос давайте остановим демонстрацию рабочего стола вчера смотрели вместе с нами илью коровина на рбк тв у меня телевизора нету но я смотрел через через сайт ну там трансляция прервалась там как ну видимо илья обвалил сайт все его слушатели туда нахлынули резко разом и трансляция там выключилась но я смотрел все это в записи я понял он обещал передать привет но видимо формат передачи не позволяет я попросил передать привет надо елену хрупову попросить чтобы вела формат как на поле чудес а теперь передаю привет алексей ну мы тоже кстати всегда в 12.35 каждый день смотрим так что можете включать и трейд тв смотреть вместе с нами с нашими смешными комментариями вот мой вопрос ну раз вы записи смотрели ставка илья ставка его оппонента как сработает думаете что будет сегодня или уже известен результат а там по мы по условиям должны зафиксировать на 1845 на вина вечерний пирин поскольку у оппонента или была простая направленная торговля даст со стопом то он по результату получится у него меньше чем или или там две методики расчета то есть если как как бы он действовал в живом рынке до фиксировал бы этот страйдл например по рынку то там получается в стакане выше теории давали то есть было бы девяти процентов а если считать по теории как вот вариационную маржу считает биржа то в принципе порядка шесть там шесть с половиной процентов но он писал об этом на фейсбуке любом случае он победил в первый день но вот из-за методики расчета непонятно как бы тут это подождите вчера они обсуждали с леной хруповой методику и вроде бы определились считать так как считали всегда пусть это даже неправильно на справедливо потому что всем так считали вот так вот последние данные какие-то фейсбуке они заходил ну ладно это не принципиально в общем на ваш взгляд по вашей оценке илья сегодня должен победить нету первый день он в любом случае победил дальше я обращаю ваше внимание что там нет победы и друг с другом они борются сами с собой то есть если тот флюсе будут и этот флюсе пусть даже в небольшом обоим дадут по одному очку там такая система мне только не понятно почему илья выступает от фундаментального анализа как сказать раздел технических аналитиков и фундаментальный анализ до пцов на менталу как но мы это мы на эту тему уже посмеялись но в том плане что как бы я не скрывает он идет пропагандировать опционы на рбк поэтому лучше нормально никому не рассказывайте и все пусть никому не рассказываем что илья говорит что фундаментальный анализ вообще не работает прогнозировали прогнозировать рынок невозможно он говорил что если спросят я и за фундаментал могу там подоказывать без сомнения улья большой опыт я уверен что он на любую тему финансовых рынков может поговорить хорошо спасибо большое алексей мы очень рады что ну вот такой результат будет что илья сегодня свое очко получит это здорово в общий в общий зачет это фундаментальному анализу отлично спасибо огромное удачи вам на рынке сегодня так будьте опционами всем до свидания спасибо до свидания это был алексей нохин из города челябинск и он говорит что илья сегодня должен взять первое очко в этой битве антонио трейдер из москвы как у вас дела доброе утро игорь антонио доброе утро слышно меня доброе да слышно слышно пока я включаю демонстрацию рабочего стола я хотел бы два слова сказать по банкам вы говорили да что ну в общем то вот те плюсы этих банков что там на расширенной филиальной сети что невозможно не имеется ну как бы неважно в каком офисе обращаешься это давно уже не является их прерогатива 1 потому что на самом деле у многих банков давно уже есть в частности у нас еще когда не было кредит европы банк у банка в ангар была такая система межофисная я широко использую на своем предприятии олег я извинюсь я уточню я сказал топ-100 российских банков потому что авангард поменьше был в то время когда вы там работали ну да вполне возможно я думаю что в регионах может еще есть хорошие банки но поскольку они достаточно узкие ну и жили мало кто использует согласен и опять же если любой из банков сравнивать со сбербанком то можно сказать что любой банк это современный высокотехнологичный банк потому что с сбербанком ему просто сравнять это это совершенно совершенно неправильно грех грех вас найдет и настукает по голове почему я думаю что он тоже прекрасно с этим согласен хорошо возвращаясь к нашим опционом сейчас видна моя демонстрация да хорошо видно да значит ничего хоть и движение были туда-сюда на нашего рынка с точки зрения конструкции они были совершенно незначительно и по этой причине в общем-то можно сказать самый идеальный для них был вариант развития сценария в данный момент находимся в центре вот это открытой кошки таким образом уже сейчас за неделю до экспирации можно видеть практически красная линия слилась уже синий красной линии это 77000 синие линии 78000 более того как я уже говорил буквально через два дня примерно 11 или 12 в пятницу вот это красная линия будет выше синие линии и возможно будет досрочно закрыть эту конструкцию даже с большей прибыли чем она была бы на экспирацию но при условии конечно если мы к экспирации не пойдем или резко вверх или резко вниз тогда прибыль может быть еще больше вот поэтому пока в моих планах скорее всего в четверг послезавтра я наверное закроюсь то есть примерно это даст 8 процентов чуть более чем за месяц потому что я ее открывал хотя нет даже не даже меньше чем за месяц потому что я открывал ее по моему 11 как раз 11 января и 11 закрою как раз за месяц и получится в этом смысле вот и вторая позиция у меня был call spread на носи вчера мы начали рынок начал падать и начал расти то есть и поэтому от более прибыльного края который был бы вот на уровне если бы силы 75 тысяч 76 тысяч мы опять приходим ну вот в маленькую область где будет небольшая скромная прибыль так что тоже по моим прикидкам ее можно закрыть в пятницу или следующий понедельник до срочно до экспирации если будет в этой области опять же будет красная линия выше синий вот ну и после этого как я закрою позиции буду же формировать на мартовских опционах свои дальнейшие позиции то есть в общем то этот месяц достаточно удачный вот для такой для таких позиций которые я тут открывал грамотно выбранная стратегия позволяет спокойно зарабатывать ну как грамотно она в общем и целом в большинстве случаев она конечно срабатывает но для для них очень плохо переносится когда очень сильные движения куда они будут ну когда вот для кошки например сильное падение или сильные росты всегда проблемой которые нужно как-то решать а вот эта позиция она односторонняя то есть здесь проблема могла возникнуть как я говорил если вдруг у нас доллар упал ниже 71 рубля это была бы проблема это было тут что-то решать а так как этого не произошло но и вполне было логично предположить что не произойдет ближайший месяц этого поэтому я построил такую конструкцию а в правую сторону то есть и падение то есть росте курса доллар до бесконечности тоже ничего плохого не происходит здесь в общем-то фиксированная прибыль получается она небольшая здесь и фактически я входил по моему ну то здесь прибыль порядка трех процентов получится но по той позиции порядка восьми процентов наложенные средства понял вас антонио отличненько рады за вас дела идут хорошо это здорово удачи вам на рынке сегодня спасибо до свидания всем удачи спасибо до свидания друзья с нами был трейдер антонио из москвы грамотно еще раз повторю выбранная стратегия на мой взгляд вот она приносит хорошую доходность ну риски допустим укрепление рубля до семидесяти одного рубля на мой взгляд минимально сейчас моменте семьдесят восемь девяносто четыре но я уж не знаю что должно случиться чтобы в ближайшее время у нас что-то двинулось так серьезно вниз к сожалению я бы с удовольствием за этим понаблюдал и ну и так нефть открылась у нас как мы говорили снижением поскольку 32 77 было минут десять назад на мировом рынке но вот те же 32 83 мы и наблюдаем на рынке сейчас на российском понятно понятно ну что друзья спасибо всем большое монета сегодня напоминаю показалось сел перевернутом виде что можно предположить продажи нефти после обеда усиленные такие поэтому будьте бдительны